Саламу аликум, с вами Мадина Калимулина и я расскажу вам про исламские финансы. Исламские финансы это специфическая финансовая система, которая берет начало из мусульманских религиозных принципов. При этом данные принципы являются во многом общими и с другими мировыми религиями. Основное и самое креугольное правило исламских финансов это полный запрет на ростовщичество, по-арабски риба, в любых его формах. Что это значит? Деньги не должны являться товаром, то есть нельзя делать деньги из денег, не инвестируя их во что-то реальное, в производство, торговлю и так далее. Согласно исламу любой займ должен быть без процента. Из истории мы знаем, что именно кредиты под проценты приводили к тому, что люди становились рабами. Вспомните хотя бы долговые ямы. Рассмотрим простой пример. Вам дали в долг 100 тысяч рублей под 10% годовых. Через 7 с небольшим лет вы должны будете отдать уже сумму в 2 раза больше, чем вы получили. А если вам дали по 20% годовых, то уже сумма удается через 4 года и так далее. Если вы при этом просрочите хотя бы один платеж, то сумма увеличится дополнительно из-за штрафов и пении. Таким образом, кредитор не интересует, вернете деньги, не вернете, как пошел ваш бизнес, успешный он или вы прогорели. Ему важно получить свои деньги обратно и получить свою доходность. При этом он получает залоговое имущество, которое он при любых сложностях с вашей стороны продает и компенсирует свою упущенную выгоду. При этом вы можете быть полностью разорены, лишиться своего имущества, лишиться своего бизнеса, лишиться всего. Вы становитесь фактически рабом. Итак, вернемся к принципам исламских финансов. Давать деньги в долг под проценты нельзя. Многие при этом представляют себе красивую картинку исламского банка, который предоставляет беспроцентные кредиты всем желающим. Это, конечно же, далеко не так. Хотя, картинка весьма заманчива. Давайте представим, что было бы, если бы это было так. Исламский банк предоставляет деньги всем желающим без процентов. При этом очередь таких желающих была бы огромна и нескончаема. Банк также должен не забывать и финансировать своих сотрудников, аренду офиса, различные другие многочисленные расходы. Он бы просто не смог существовать, ну или просто превратился бы в благотворительную организацию. По сути, так и есть. Беспроцентные кредиты – это направление, которое относится к благотворительности для исламских банков и финансовых компаний. И доля таких кредитов занимает определенную небольшую часть в финансовой деятельности исламских банков. Как правило, они выдают их для своих сотрудников, для малобеспеченных граждан, многодетных, пенсионеров и так далее. Каждый сам определяет свою политику благотворительности самостоятельно. Кстати говоря, такая практика периодически встречается в различных российских компаниях, которые хотят пойти навстречу своему персоналу и помочь в приобретении жилья, автомобиля и так далее, предоставляя рассрочку или беспроцентный займ. Возникает справедливый вопрос. Как же тогда зарабатывают исламские банки, если они не могут давать кредиты под проценты, а беспроцентные кредиты не являются для них средством заработка? На самом деле все очень просто. Вы, как инвестор, приносите туда свои сбережения, естественно, желая заработать. Исламский банк, по сути, работает как торговая и инвестиционная управляющая компания. Он принимает ваши инвестиции и вкладывает их в бизнес или в торговлю. При этом, когда вы приносите свои деньги в исламский банк, вы заключаете с ним договор доверительного управления. По-арабски, мол, араба. Примерно такой же договор заключает управляющая компания, когда вы приносите деньги в паевый инвестиционный фонд. Вы можете также открыть в исламском банке текущий счет или расчетный счет. При этом, соответственно, это подразумевает, что вы не планируете зарабатывать на этих средствах. То есть счет не инвестиционный и не предполагает прибыли. Далее, все эти средства исламский банк аккумулирует и направляет их в активные операции. Это могут быть инвестиции в уставный капитал компании. По-арабски, мушарака. Как это выглядит? Клиент приходит в банк и говорит, мне нужны деньги на мой проект, на мой бизнес. Банк говорит, окей, я дам тебе деньги, но я войду в уставный капитал твоей компании. При этом, если мы получим прибыль, я получу прибыль как собственник данного бизнеса. Если же будут убытки, я, соответственно, понесу убытки согласно своей доле. Схема достаточно понятна и проста, если вы сталкивались со спецификой работы инвестиционных компаний. Следующий вариант – это проектное финансирование или мудараба. Такая же схема, только если же инвестор выступает не вы, а исламский банк. Он заключает договор о доверительном управлении или проектное финансирование с компанией, которая желает получить инвестиции. Третий вариант – это лизинговое финансирование или иджара. По сути, тот же лизинг с небольшими нюансами, которые, возможно, мы обсудим в следующих видео. Еще один следующий, четвертый вариант – это торговое финансирование или мурабаха по-арабски. И этот вариант – самый распространенный продукт исламского финансирования на сегодняшний день. Как это выглядит? Вам не хватает в вашем бизнесе какого-то дорогостоящего оборудования. Вы приходите в исламский банк и говорите – мне нужен вот такой-то станок. Банк говорит – окей, данный станок на рынке стоит 100 тысяч рублей, я готов тебе приобрести его и продать за 120 тысяч. Ты говоришь – окей, мне это устраивает, цена понятна, срок оговаривается, периодичность платежей оговаривается. При этом следует понимать, что в отличие от обычного кредита под проценты, данная сумма не может увеличиться, даже если вы вовремя не заплатите или просрочите свой платеж. О мурабаха мы можем поговорить также отдельно в последующих видео. Если у вас есть вопросы, задавайте. И еще один вариант – это авансовое финансирование с Алем или инвестиции в строительство, естественно, по-иному подряд. То есть вариантов, куда банк может направить ваши деньги, достаточно много. Со всех этих активных операций банк может получить прибыль, может, конечно, и не получить. Если он ее получает, он делится с вами, как со своим инвестором. Если же не получает, то вы можете лишиться части своих денег на то. Это и разделение прибыли и рисков, в чем заключается, по сути, один из принципов и характеризующих черт исламских финансов. Таким образом, исламский банк использует различные инвестиционные механизмы зарабатывания денег. И полученной прибылью он делится с вами, как с инвестором. К слову сказать, средняя доходность исламских банков на сегодняшний день на 2-3% выше, чем в обычных банках. И эта ситуация свойственна в том числе и для России. Итак, мы обсудили, что основной запрет в исламском финансировании – это запрет на расставщичество. И также рассказали, каким образом зарабатывает исламский банк. Следующий принцип исламских финансов – это запрет на инвестирование в воздух. Иными словами, сделки, не обеспеченные реальными активами, запрещены. Поэтому всевозможные производные финансовые инструменты, валютные слупы и прочее в исламских финансах не разрешаются. Вспомните о причинах мирового финансового кризиса 2008 года. Такие сделки характеризуются, как сделки с высокой степенью неопределенности, по арабски «хара». И такого рода неопределенность не разрешается исламам. Хочешь инвестировать – вкладывай в реальную торговлю, бизнес, реальные активы. Если ты инвестируешь в ценные металлы, то ты должен реально получить их во владение, а не только на бумажке, которая может быть и не обеспечена никакими металлами. Таким образом, если возвращаться к практической плоскости, данные приничения, по сути, приводят к тому, что всевозможные финансовые пузыри будут сведены на нет. Следующий принцип исламских финансов заключается в том, что любой риск в сделке должен быть обоснованным. То есть различного рода финансовые спекуляции, игры на бирже, ставки на спорт, вложения в лотереи рассматриваются как сделки с высоким необоснованным риском. И в данных сделках присутствует азарт. Соответственно, такие сделки тоже не разрешаются. Еще одно важное ограничение в исламском финансировании заключается в том, что исламские банки не работают с социально вредными видами бизнеса. Например, алкогольная и табачная промышленность, порнографическая отрасль, увеселительные заведения, производство оружия, продукты, наносящие явный вред здоровью человека и общества. Я думаю, список вы можете продолжить сами. Таким образом, мы рассмотрели перечень самых базовых правил исламских финансов. Более подробно нормы заключения договоров и сделок финансирования расписаны в международных стандартах, которые, кстати, с этого года доступны на русском языке. Вы даже можете приобрести данный труд и изучить данные нормы более подробно. На сегодняшний день издано более 58 стандартов. В данную книгу вошли 57 и периодически, ежегодно издаются новые. То есть возникают новые вопросы, возникают новые проблемы, которые рассматриваются на мировом уровне. Всемирным советом ученых и принимаются в виде стандартов, которые становятся настольной книгой для исламских финансистов. Следующий вопрос, который может у вас возникнуть, это кто, собственно говоря, контролирует выполнение исламскими банками всех этих норм и принципов, которые описаны в международных стандартах. Для этого существуют специальные комитеты этического или шариатского контроля. Самое популярное название таких органов – это Шариатский наблюдательный совет или Шария Борд. Как правило, туда входят авторитетные ученые в сфере исламского права, а также наряду с ними ученые в сфере общей юриспруденции, в сфере финансов, банковского дела и так далее, экономисты, специалисты, в сфере даже социальной ответственности. Почему так важен данный орган? Представьте, что кто-то решит заработать на религиозных чувствах верующих, ну или просто тех, кто доверяет термину «Исламские банки» решит пойти доверить туда свои инвестиции. А по сути данные механизмы и данные инструменты не будут соответствовать нормам исламских финансов и данных принципов, то банк втихаря будет инвестировать в производные финансовые инструменты, в табачную промышленность и так далее. Но чтобы обезопасить клиентов от такого рода игроков, как раз-таки существуют авторитетные советы, которые своей известностью, своим статусом и несут на себе ответственность. Важный аспект заключается в том, что если Шариат Борд признает, что сделка была заключена неправильным образом с точки зрения исламских финансов, то он признает, что сделка недействительная и весь доход от нее пойдет на благотворительность. Таким образом, мы разобрали лишь самые базовые принципы исламских финансов. При этом не следует воспринимать «Исламские банки» и «Исламские финансовые компании» как сугубо религиозный институт. Это бизнес. И основная цель любого «Исламского банка» и любой «Исламской финансовой компании» это зарабатывать деньги. Если они не будут прибыльными, в них никто не будет приносить свои деньги, к ним не придут инвесторы, у них не будет акционеров, они, собственно говоря, не будут существовать. Поэтому без прибыльности нет бизнеса. «Исламские банки» прежде всего коммерческие компании. В «Справедливе» возникает следующий вопрос. Если принципы «Исламских финансов» существовали на протяжении стольких веков, то почему «Исламские банки» начали появляться только в 20 веке? Очень хороший вопрос. Чтобы ответить на него, давайте немного вспомним историю. Особенно историю 20 века. В наших школах практически не преподают историю мусульманского мира. Мы изучаем античную историю, историю Европы и России. Арабо-мусульманского мира, согласно нашим учебникам, история как будто практически не существовала. Или где-то там очень небольшой тень он проходит через какие-то русско-турецкие войны и так далее. На самом деле, начиная с 7 века н.э. возникло крупное государство, которое имело огромное влияние на ход развития всей мировой истории. Это государство именовалось в разное время по-разному. Общее его название – халифат. Он именовался как Абасийский, Амиядский халифат. И преемником этого государства стала впоследствии Османская империя. Через данное государство проходили очень многие торговые пути. И именно халифат оказывал огромное влияние на развитие тогдашней еще мировой финансо-экономической системы. В начале 20 века Османская империя и, по сути, последнее исламское государство перестало существовать. Еще ранее, летновременно с этим, практически все мусульманские страны, как мы их именуем сегодня, стали колониями западных стран. И вместе с колониями пришла финансовая система. Первый банк был открыт в Каире в конце 19 века, а в других странах позднее. Само собой, сегодняшняя банковская система является отражением событий тех лет. И практически в каждой стране, в том числе мусульманского мира, банковская система построена на одинаковых принципах. Система платности и возвратности кредитов. И только с получением политической независимости, почему политическая, потому что финансо-экономическая зависимость осталась, мусульманские страны стали внедрять механизмы, явившиеся прообразом исламского банкинга. Может быть, эти попытки создания первых исламских финансовых учреждений не увенчались бы успехом, если бы не одно важное событие. В регионе Персидского залива были обнаружены крупные залежи месторождений нефти. И вот тут уже ряд арабских семей решили направить эти нефтедоллары не на виллы в Европе, а на создание первых исламских банков. Правда, стоит сказать, что законов об исламских банках в то время не было. И многие такие компании назывались Investment House, Investment Corporation. Как сегодня мы имеем, до сих пор крупнейший исламский банк называется Kuwait Finance House или Саудовский Аль-Раджи Banking and Investment Corporation. И, кстати, сказать, далеко не во всех странах данные инициативы были встречены на ура. До сих пор во многих странах арабского мира нет законов об исламских банках, или они только-только принимались в начале 21 века. Мы обязательно поговорим об этом в следующих видео. Если вам было полезно данное видео, ставьте лайки и задавайте свои вопросы. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, и мы постараемся ответить на ваши вопросы в следующих выпусках. Всем салям! С вами была Мадина Калимулина.